Еще одного участника вечернего прайма с нами уже народный депутат Евгений Мураев. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Евгений, в изменениях в Криминально-процессуальный кодекс, что скажете вы, каких изменений несут они нам? Я не вижу в этом законе абсолютно ничего позитивного, однозначно. То есть, если вы рассмотрите, каким образом будет использоваться эта процедура, то надо понимать, что этот закон принят не против, как говорил Олег, представителей предыдущей власти, хотя это очевидная охота на ведьм, эта власть натворила уже столько, что просто на голову не натянешь. А все эти процедуры могут применяться против любого гражданина Украины. Единственное, знаете, как всегда, куча коллизий. Скажите мне, пожалуйста, я вот то Олега хотел спросить, я недавно в эфир пришел, вы, наверное, поддерживаете этот закон, судя по вашей риторике. Скажите, пожалуйста, если представители, которые будут проходить заочное осуждение, уйдут в Крым или на Донбасс, на территорию Украины, они тоже будут считаться теми, кто не находится на Украине и сбежал? Я, когда коментировал этот закон, пане Морайев, я сказал про то, что для цієї влади очень нужно решить какие-то решения, какой-то результат щодо засуджения представителей колишней влади, оскільки это было решение Майдану. Законодавчо было достаточно соответствующих нормативных актов для того, чтобы это вопрос решить. Прокуратура выступила еще с одной инициативой, она была проголосована вашими коллегами в зале. Ну и, соответственно, мы будем видеть, насколько влада может реализовать свои обещания. То есть сейчас я даю абсолютно политическую оценку. Давать юридическую оценку, знаете, почему мне сейчас сложно? Да, с одной простой причиной, что когда ухваливалось сегодня решение у Верховной Рады, если вы были в сессийном зале, вы, наверное, про это знаете, таблицу про изменения, которые были внесены между первым и вторым читанием, або за три минуты до голосования принесли, або я даже не знаю, что принесли. Но, по крайней мере, те наши депутаты, которые были в зале, еще за пять минут до начала голосования, сообщили о том, что таблицы про изменения между первым и вторым читанием не были внесены. И поэтому я даже сейчас сомневаюсь, что эти вещи, про которые вы сейчас говорите, и даже то, что вы комментировали, что сближено на полтора года, на 18 месяцев, на 12 месяцев, я не знаю, что они не откликали эту норму, или откликали. Потому что в нас, как всегда, полный хаос, хотя есть соответствующий регламент, где чётко написано, что первое читание, это решение, ну, как бы, в контексте за основу, а потом нужно по каждой правке пройтися. И, конечно, что комитет, депутаты входят в комитет, они должны эти правки разглядать на комитете, а не за три минуты до голосования раздавать. Это еще раз подтверждает фактор про нелегитимность теперешнего права. Нет, мы тут, действительно, сейчас вот эту сравнительную таблицу, там, уже после голосования посмотрели. Я бы с задоволением, пане Мурайо, с вами подискутировал с юридической точки зрения, алипаки, их вот уж от этих материалей не было. Я бы с вами, Савченко, вот сейчас будет возможность подискутировать. Действительно, в законопроекте, тот, который был проголосован сегодня во втором чтении, есть возможность увеличения срока содержания под стражей и проведения следственных действий до 18 месяцев по особо сложным делам, которые требуют экспертизы и всего остального. Но дело не в этом. Дело в том, что еще до принятия всех законопроектов, которые принимала текущая власть, у государства было достаточное количество механизмов для того, чтобы проводить эффективно следствие и точно так же задерживать преступников. Просто на сегодняшний день, те законы, которые принимают, вы когда-то очень сильно обвиняли власть в принятии законов 16 января. Так вот, то, что принимается сейчас, это не лезет ни в какие демократические ворота. Идет построение просто тоталитарного режима. И власть надеется с помощью этих законопроектов влиять и исправлять ситуацию под себя, для того, чтобы законсервироваться и не дать возможности действительно построить свободную страну. То есть происходит построение тоталитарного режима, и мы все являемся его свидетелями. А те, кто голосовал за эти законы, являются прямыми соучастниками режима. И я думаю, рано или поздно им будет дана такая же оценка, как и представителями предыдущих каденций, которые голосовали за подобные законопроекты. Я еще раз хочу обратить внимание, что ничего общего с Януковичем эти законы не имеет. Законы не принимаются адресно под кого-то. Они принимаются для государства Украины. И будут действовать против любого гражданина. То есть, если вы случайно не заметите своей повестки, которая придет по адресу вашего места жительства, последнего известного, если вы не читаете сайт Верховной Рады, да, или не читаете сайт специального следственного органа, который занимается расследованием в вашу сторону, то можете узнать, что вы уже арестованы, и как только вернетесь домой, у вас абсолютно все отберут, а вы угодите в СИЗО. Вот это надо четко понимать. Так что вы теперь все подписаны на сайт Верховной Рады и сайта, ну, скажем, МВД, например. Читайте о себе, ждите. Это абсолютно норма, которая противоречит демократии, конституции. И самое главное, она нарушает конституционную норму о презумпции невиновности. С чем я, в общем-то, вас и поздравляю. К сожалению, я не вижу активистов, которые три года назад бороли за демократию под стенами Верховного Совета или в здании Верховного Совета, которые не дают принимать законы, которые идут против интересов наших граждан. На самом деле были и акции протестные, и вот прямо передо мной сейчас открыто обращение Национальной Ассоциации Адвокатов Украины к парламенту украинскому. То есть масса претензий, и они не высказывались. Я хочу дозволить, я лишь одну фразу скажу, очень коротко. Вы просто действительно не слышали то, о чем я говорил раньше. Но сейчас скажу чітко. Пятеро депутатов Украинского объединения «Свобода» сегодня не голосовали за ухваление этого закона. Было четко. Спасибо. Давайте сейчас к другим новостям одной строкой буквально. Они тоже очень важны. И так. Артиллерия на Донецком и Мариупольском направлениях. Минометный огонь на Луганщине. Боевики продолжают нарушать режим тишины, так называемый, на Донбассе. В течение суток штаб АТО зафиксировал 35 обстрелов. Но и Авдеевка снова со светом. Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский, ремонтники восстановили поврежденные линии электропередач. Но фильтровальную станцию подключить к электричеству планируют только завтра. Но тем временем Кабмин еще на месяц продлил действия чрезвычайных мер в энергетике. По словам премьера, сделали это для стабильного энергоснабжения. Чрезвычайные меры в энергетике Кабмин ввел 15 февраля. Причиной тогда Кабмин назвал начало транспортной блокадой на Донбассе силами активистов. Голосовал за, но считаю несвоевременным. Закон обведения жестких вод относительно использования государственного языка на телевидении это только попытка отвлечения внимания от более острых проблем в стране. Вот такое мнение высказал народный депутат Сергей Лещенко. Я считаю, что вся эта история это тотальное отвлекание внимания от легальных проблем в стране. У нас щодня выникают инициативы, которые не имеют никакого значения для граждан. И которые имеют на моте лишь одно. Забитый информационный простор фейковыми информационными приводами. Или это святкувание 8 березня, или святкувание 9 травня. Или это снова черговый мовный закон. Ну и напомню, сегодня Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении. В случае принятия окончательного решения общенациональные каналы должны будут не менее 75% эфирного времени сделать украиноязычным. Ну вот продолжим говорить об этом сегодняшнем решении. Знаете, потому что хорошо, когда это забота о национальном государстве и о языке. Плохо, когда это создание каких-то прецедентов, когда можно манипулировать каналами. Можно, ну знаете, вот создавать какие-то условия для нарушения тех или иных языковых моментов, там языковых квот. Я сейчас о квотах говорю исключительно. И под этим, ну как-то давить на информационную политику канала, ожидать больше сговорчивости от него. Ну теоретически, конечно, но все, что теоретически возможно, потом возможно и практически. Так вот, хочется узнать, а вот мотивации истинные? Теоретично все это можно, про что вы говорите. Вот у вас очень красивый мелодийный голос. Вот его приятно чути по каналу. А если бы вы еще говорили украинскую мову, то это бы взялись была бомба. Понимаете? Поэтому давайте так. Если кто-то скажет, что вопросы мовы не важны, то он лукавит. Потому что, по-первых, выучить украинскую мову для российском мовного населения не имеет проблем. Можно я здесь отвечу? Вы же ко мне сейчас обратились? Нет, я сейчас не до вас. Нет, а я хочу за себя. Потому что я говорю в эфире и украинскую мову, свою родную, и я говорю сейчас с вами на русском. И это нормально. То есть я говорю и на английском могу свободно говорить. И я вас не спросила сейчас о том, ну вот, да, как, хорошо или плохо. Говорю о том, а истинные цели какие? Я скажу, теоретично это возможно. Но ухваление сегодняшнего решения, оно имеет, очевидно, какие-то другие аспекты, чем только вопрос мовы. Первое. Мы его однозначно сквалили. Потому что мы, украинские националисты, всегда считали, вважаем и будем считать, что вопрос мовы, оно очень важное. Это единственная мова, единственная государство. И это однозначно вопрос, которое нам помогает развивать нашу страну и победить в том числе и в той войне. Это первый момент и очень важный. Другой момент. На сегодняшний день я понимаю, что теперешний режим для того, чтобы отримать симпатии певных групп украинского общества, он будет идти на любые кроки. И я не отключаю этого, а даже это сегодняшнее решение, которое, еще раз скажу, я вважаю надзвичайно позитивным. Это один из кроков намагания режима Порошенко, певным образом, захопить и контролировать, и отримать максимальные симпатии в украинского патриотического населення. Наступный момент. Но этого закону про квоты недостаточно. До речи, вы пригодите, когда вы решили и кричали, что станет, что будет, как мы введем квоты на украинскую музыку. А вы видите, что есть много хорошей и цикавой украинской музыки, когда только невеликой квоты ввели. Так вот, проблема сейчас в Украине в мовном вопросе и в другом, что до этого времени не скасованный, снова же таки, конституционально нелегитимно ухваленный закон Кивалова-Колесниченко. И вы знаете, что за поданиям народных депутатов от свободы, Конституционный суд расследует это вопрос нелегитимности ухваления этого решения. Потому что уже сейчас объяснилось, что больше 20 депутатов, которые тогда голосовали за закон Кивалова-Колесниченко, физично не могли этого делать, потому что они были в закордонных отряджениях. Поэтому даже только тот факт есть достаточно для того, чтобы скасовать этот закон. Но Конституционный суд, про который, и честность которого, и независимость в лавках, мы уже с вами сегодня говорили, он, прослушавши эту позицию, на превеликий жаль, решение не ухвалюет. И я не отключаю, что ухваление сегодня одного из мовных законов просто-напросто також может, скажем, для влади, для ее риторики, заменить необходимость ухваления нового закону и скасования закону Кивалова-Колесниченко. Украинская мова должна существовать. Она должна быть государственной единственной, никто никого не обмежит. А в Украинской стране абсурд, когда мы говорим про квоты для украинской мовы. Нам нужно говорить, надо быть существенная украинская мова и говорить про квоты для какой-то другой мовы. Например, российской, английской, белорусской или еще что-то другое. Так вот почему абсурд? Какие мовы про квоты могут быть в национальных странах? Олег Ярославович, услышали вашу позицию, мы не удивились ей, мы ожидаем был ответ. Вот чем удивит нас Евгений Мурайев сейчас? Евгений Мурайев, я не буду вас удивлять, я сам удивлен. Понимаете, вот если проанализировать три последних года, то для людей, которые буквально захватили власть в нашей стране, на повестке дня нет никаких вопросов, кроме культурно-языковых. Их абсолютно не интересует развитие государства, строительство инфраструктуры, ее расширение, улучшение, да просто даже нет стратегии развития нашей страны. Вот эти люди, знаете, живут в какой-то уродливой такой патриотической матрице. Им кажется, что если все покрасить в желто-голубой цвет, если дать возможность, извините, каким-то активистам, бить людей пожилого возраста, как возмездие НКВД, солить полякам, топтаться по их истории, а потом требовать от их лояльности, то что-то в стране изменится в позитивную сторону. Я думаю, ни один политолог, ни один историк, это без нецензурной брани объяснить не сможет. Теперь касательно самого закона. Анатолий, а что вам не подобается в синьо-желтых холерах? По-действию, вы вспомните, да, после победы так называемой революции все украсили в желто-голубой. Только после этого потеряли и Крым. Извините меня, пожалуйста. Это был момент, когда люди, власне, хотели это делать, потому что они пешались, они были гордыми теми. И то, что даже эти мости... Я вас абсолютно не перебивал в вашем монологе. Я не могу неравнять, когда вы народный депутат украинской державы, фактически, либо нейтрально, но вы принижаете украинскую державу и украинский идеал. Я вам говорю, что глупость не должна вообще никаким образом доволеть над государственной политикой. Как только вы начинаете спекулировать на культурно-исторических разногласиях регионов Украины, вы потакаетесь сепаратистским настроением везде. И я объясню, почему совершенно спокойно. Вы знаете, у меня хорошее отношение с доктором Комаровским, который мне на пальцах объяснял, что если у человека забирать язык, а это его восприятие родины, он будет стремиться туда, где это ему дадут. С точки зрения психологии. Какие проблемы? В таком случае для людей существует формула. Чемодан, вокзал, Россия. Олег, вам либо до мной не хватало эфиров, либо вы потеряли. В России им комфортнейше, так хай туда чаруют. Мы национальная держава, у нас должна быть единственная мова. Вы думаете, а вы в Немеччине, идите попробуйте русскую мову поговорить, ангелійськую, французскую. Вы же приедете туда, вы будете говорите немецкую мову. Или в Британии будет ангелійськую, говорит? И в Германии, и в Израиле, и во многих других странах существуют каналы, которые вещают для национальных меньшинств. Не нравится? Не смотрите. Смотрите пятый канал, 24-й. Но навязывать политику вы не имеете права. Это противоречит хартии языковой европейской. Это противоречит европейской нецеленности. Не спокулюйте. Бо насправді европейская хартия мов национальных меньшин, пан Мурц, уважаемый ведущий, я понимаю, что пану Тягнебу, когда у меня не хватало эфиров, он будет меня перебивать бесконечно. Но я предлагаю вам... Я просто хочу сказать, что вы спокулюете. Насправді европейская хартия мов национальных меньшин, она стосуется вимирающих мов. И вы это знаете. Она не стосуется русской мовы, например, в Украине. Ей не можно прикрепить, потому что русская мова не вмирает. Питание русификации Украины, оно является штучным. И вы это тоже прекрасно знаете. И за много лет наша позиция, смотрите, наша позиция в мовном вопросе. Мы, а, первое, на государственном уровне, мы должны использовать государственную мову. Анна, Василий, у меня моя позиция. Все люди, которые хотят быть народными депутатами, полицаями, прокурорами, которые хотят быть президентами, министрами, повинны владеть государственной мовой. В попытке, пане Мураю, говорите себе, якою хотите мовою. Включайте себе канали, которые вы хотите с другой мовой слушать. Вас никто не обмежит. А я хочу вам сказать, меня, украинцы, вы обмежаете, что вы мне не даете возможность украинцам на своей богом данной земле включить радио, включить телевизор и слушать канали своей мовой. Я должен искать, я должен для своих детей, для своих внуков, искать мультфильмы украинской мовой. Это неправильно в украинской стране. А стосовно того, что есть другие мовы, и могут быть канали, передачи, или еще что-то другое, мовами национальных меньшин, нет вопросов. Но это не должно быть тотально российской мовой, как есть сейчас в Украине. Вот и все. Евгений Павлович. Вопрос, только пожалуйста, короткий ответ. Вы сейчас, когда перечисляли профессию, назвали профессию полицая, вы ее перепутали с полицейским. Но у нас же сейчас полицая, так? У нас же сейчас было милиция, а теперь сейчас полицая, так же? Ну, это хорошо, что прозвучало. Я думаю, этот ваш такой реверанс для зрителей совершенно четко будет истолково. Теперь я все-таки жму, дорогие друзья, когда начинают бороться с историей, культурой, языками, это говорит о том, что выборы близко. Потому что любые технологи будут любым политическим партиям говорить, что они должны четко позиционироваться в той матрице, которая была создана в 2005 году, где люди были разделены на людей трех сортов, где был проложен разлом по истории, по культуре, по внешнему вектору и, самое основное, по языкам. Если вы посмотрите карту электоральных предпочтений, она как раз и делилась на две большие группы. Да, условно, бело-голубую и оранжевую. И это как раз культурные, этнические особенности. Если мы хотим сохранить целостность Украины и снизить вот это, знаете, центростремительное ускорение, с которыми регионы себе ищут новое пристанище, я имею в виду и Донбасс, и Закарпатье, и Львов, которые, да, сейчас уже все имеют двойное гражданство, и новый закон, который принял президент, да, или вот пытается о том, чтобы его отменить, да, будет просто отталкивать эти регионы. Вот сейчас включается четко югославский сценарий. Нас все ссорят по известным, таким, знаете, вещам, которые нас разделяли десятилетиям. Это все технологично. Я считаю, что если мы действительно, вот позицию вы свою сказали, я скажу нашей партии. Не проведем глубокую децентрализацию и не позволим регионам принимать на местных референдумах вопросы по культуре, истории, в том числе и языкам, мы потеряем целостность нашей страны. Поскольку у нас компактно проживает, в огромном количестве, национальные меньшинства, для которых языковой вопрос тоже важный. Касательно города Харькова, я вам скажу, вы не найдете ни одной русской школы. И это нормальная, возможно, взвешенная национальная политика о том, что все должны знать украинский язык. Но в обязательном порядке навязывать проценты говорения ведущих в эфирах телеканала, вот это глупость. Это приведет к штрафам. Кроме того, я вам скажу, в этом постановлении есть возможность секретарю СНГО, конкретно Турчинову, делать исключение для определенных средств массовой информации. Как вы думаете, оппозиционные средства массовой информации, которые поддерживаются на Юго-Востоке, будут пользоваться такой преференцией? Я думаю, что нет. Я уверен, что будут давать только провластным каналам или те, которые сейчас создают технологические, для того, чтобы они сработали на избирательной кампании уже, знаете, этого оголтелого отходящего национализма. Друзья мои, давайте так. Я думаю, что если вы своим журналістам скажете, говорить о украинской мове, то никаких штрафов вы платите не будете. Это первое. Другой, вы говорили про карту от лицензионного сбора предусмотрен штраф за ограничение процентов содержания. Другой, ну невозможно у вас слушать эту сувдеповскую маячню. Слушайте сюда. Вы рассказали про карту электоральных симпатий. Так я вам хочу сказать. Вот не один раз в интернеті можно увидеть карту, где больше говорят русской мовы, где больше говорят украинской мовы. Так вот, зверните внимание, что окупованные зараз Москвою территории есть там, где была большая большая русская мовы. Там, где была украинская мова, там не окупованные территории. И они контролируются зараз украинской державой. Украинской державой, в которой есть влада, которую мы, националисты, критикуемо. Критикуемо через то, что эта влада недостатно працюет в национальных питаниях. И если бы те законы, которые попоминала Свобода, в том числе и в мовном питании, были ухвалены еще три года тому назад, сегодня у нас бы такого хаоса и бардака не было. А бардак и хаос через то, что та влада как раз не национальна. И не называйте пани Мураев, Порошенко и его командой, чтобы они типа отстоять какие-то там национальные интересы. Вот я как раз вважаю, что они даже близко этого не делают. Что они даже близко не делают всего, что бы мали сделать для культуры, для защиту национального информационного простору, для защиту украинской мовы. Вони бы могли набагато большее сделать. Но этого не делается. И поэтому, если бы эта влада после революции раз отрезала и это сделала, то ситуация была бы совсем другая сегодня. И мы бы не слышали таких ваших высловиваний, потому что вы, ну даруйте, будь ласка, вы сейчас уже говорите риторикой Януковичевских часов. Что же тогда изменилось в нашей стране? Дорогой мой визави, я говорю исключительно своими мыслями и говорю то, что думаю. И в принципе меня уполномочили люди, которые избирали в парламент не по спискам. Я проходил по мажоритарному округу и постоянно общаюсь со своими избирателями. Но вернемся к истории. Вот именно три года назад вот те же слова, которые вы говорите сейчас, привели к событиям, которые возникли в Крыму и на Донбассе. Если вы дальше будете гнуть эту линию, вполне возможно подобные процессы будут инспирированы и в совершенно других регионах. Потому что люди избрали экономически, устали физически, что вы друг друга не переубедитесь. у вас есть четкая позиция, каждый из вас это только подтвердило, что я говорю, вата поднимает голову. Олег Тегнибок со своей последовательной абсолютно позиции, Евгений Мураев со своей же последовательной тоже. Олег Руслович, спасибо за то, что сегодня были с нами в вечернем прайме. Бачите, даже люди говорят, что я за вами заскучился. Ну вот, спасибо большое. Спасибо, до встречи. Спасибо большое. Олег Тегнибок был с нами. Отпускаем, да, с благодарностью украинский политик, лидер ВОО «Свобода». Друзья, ну, мы продолжаем, «Вечерний прайм» продолжается, и прямо сейчас с нами на связи известный украинский политолог, директор института глобальных стратегий Вадим Карасев. Вадим Ильич, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Вадим Ильич, ну, спасибо вам за то, что так долго нас слушали, да, ну, вы видите, что сложно было, значит, нам вклиниться с вами, но вот как вы считаете, законопроект о квотах на использование украинского языка в телеэфире, вот он пойдет на пользу или действительно спровоцирует, ну, совершенно не нужно именно сейчас, вот, да, на этом этапе новейшей нашей истории украинской дискуссии, в обществе, в политику, непонятное дело, вот как вы это видите? Ну, вот почему он сейчас вышел, там, в стадию обсуждения, потом скажу. Вот несколько по сути, вот смотрите, ну, первое, все-таки на проблема наших эфиров, телевизионных и радио, это даже не русификация и не украинизация, это дебилизация общая, она может быть и на русском языке, и на украинском языке. Вот мало содержать, и на русском языке, вот надо на это обращать, внимание. В то же время, проблема языка, она важна, видите, даже вот дискуссия какая, второе дыхание политики получили. В чем тут проблема? И надо на это посмотреть объективно, хотя прав и черный бог, и прав мураев. А в чем, как бы и правота, и неправота, чем объективная проблема? Украинский язык, государственный язык, это язык, государственный, государственный. На нем ведется дело производства, должны говорить чиновники, официальная позиция на украинском языке, государственные каналы, если есть, они должны вещать на украинском языке. Но есть еще язык в обществе, язык в быту, в приватной сфере. Так вот, в обществе, все-таки, больше распространения нет русских. И в быту. Особенно это характерно, вот для некоторых регионов, потому что в быту, в публичной сфере, там, в торговле, на западной Украине, больше украинского языка, в других территориях, и даже в восточной, больше русского языка, даже в Киеве. И помните, был конфликт в одном из супермаркетов, или там магазинов, где недовольный представитель интеллигенции, украиноязычный, вот отчитывала продавца, почему она говорит именно на языке русском. Так вот, действительно, это проблема, для кого проблема? Ну, в принципе, в 2014 году, это не была проблема, потому что русскоязычные люди остановили российские и другие войска в восточных регионах Украины. Посмотрите, добровольцы, там, добробаты, командиры, офицеры, которые стали грудью на защиту украинской независимости, это же русскоязычные люди. Вот недавно все время, выступал спикер блокады, Виногородский, или как его полковник, он же на русском чистом языке говорит, как и Семенченко в свое время говорил на чисто русском языке, и другие. Поросек украиноязычный, Семенченко русскоязычный, но это не мешало совместно, так сказать, блокаду инициировать и держать в напряжении страну полтора месяца. Поэтому для украинских людей, вот, особенно восточной Украине, украинская независимость стала ценностью, и они ее защитили. Но, поскольку все-таки многие считают, что революция 14-го года была не только там антикоррупционной и так далее, а и национальной, надо дальше строить нацию государства. Вот тут огнебока прозвучало, национальное государство. Если национальное государство, то действительно, украинский язык должен быть доминантным в государственной сфере, и он должен быть доминантным в общественной сфере. В быту это уже не важно. А, ну, я же и другой подход. Может быть, мы и не та страна по территории, по сложной культуре, которая должна была втиснуться про хрустово ложе Нейшел Стейс. Национальное государство, ну, такое, как, допустим, Польша, в странах Балтии, в Словакии. Но обратите внимание, Чехия, Словакия, Венри, это все 5-9 миллионов человек. Польша по-другому шла. У нее религия, кстати, одна. И они сто лет шли к национальному государству. И, кстати говоря, недавно годовщина переселения украинцев из восточных регионов западных, которые оставили немцы. Это что, не было такого ради полонизации украинцев? Вот эти все этнические чистки и зачистки. Поэтому, если страна выбирает путь национального государства, то это логично, что надо и в обществе сделать так, чтобы был номинантным украинский язык, а русский язык был языком меньшинств. Там, как иргерский, как армянский, как иргерский. И защищенный хартия языков. Вадим Юрьевич, ну вы сейчас на, действительно, да, действительно на глубинный уровень. Ну можно я тогда выйду, выйду не на глубинный, а такой. Что касается самого законопроекта. Да, да, обещали сказать, почему сейчас он появился. А, ну сейчас он появился, потому что все готовятся к выборам. Календарным или досрочным. Но президентским выбором готовится президентская команда. Президент будет использовать военно-патриотическую повестку. Все. Поэтому тут и вот так в сторону патриотизма. Седлание патриотической волны, перехват инициативы у патриотов, так сказать, военная, милитарная тематика. Это то, что должно обеспечить победу. Ну, с точки зрения, наверное, технологов президента, победу президента на второй срок. А вот в финал выйдет, наверное, представитель русской жительных регионов. Ну, например, там Юрий Бойко. Ну, и понятно, что тут исход выборов в пользу президента как бы однозначной. Но еще раз хочу сказать, закон пока в этой редакции, он щадящий, потому что это все-таки больше дикторов касается, а не гостей. Это тоже надо понимать. Еще один момент, когда говорят о том, что вот закон удачный был по квотам на радио, по музыке, значит, надо автоматически перенести на телевизор. Но я хочу сказать, у радио нет спутниковых тарелок. Нету. Поэтому ты едешь в машине, ты переключаешь эти радиостанции, смотришь, слушай, что-то нравится, не нравится, переключил. А вот если не будет русскоязычного контента во многих телевизионных каналах на востоке Украины, там уже есть альтернатива. Это спутниковое телевидение и на Россию. И вот смотреть российские каналы, которые антиукраинские и по духу, и по сути, и по контенту, и по языку. Поэтому, чтобы не получилось так, что автоматически взял удачный опыт ведения квот на радио по музыке, мы не создали, вот наоборот, зрителя, который не будет смотреть украинские каналы, так, потому что там не будет русскоязычного, привычного контента в том количестве, который требуется для этих людей. Они просто будут массово смотреть Russia Today. Russia Today во всех ее правлениях. Вадим Юрьевич, услышали, это серьезные риски, вы сейчас обозначили, вам большое за это спасибо. Вадим Карасев, директор Института глобальной стратегии, только что с нами на связи.